Адлер. Улица Кирпичная. Река Хирота. Еще год назад здесь была переправа. Во время сильных дождей мост, который связывал два района, смыло. Сегодня, чтобы попасть в школу или на работу, нужно идти в обход. Здесь только в одной школе около полутора тысяч детей. Дети, родители. Утром, вечером. И встречается в хвост. Это тысяч пять-шесть минимум пользуется этим объектом. Он значим. Преграда, которая мешает восстановить переправу, одна, но весомая. Мост не муниципальный, то есть не стоит на балансе города. И тем не менее, глава города поручил специалистам разработать технические условия и приступить к ремонту. Это точечная проблема, которая нарушает жизненно важные переходы, пешеходные переходы, мостовые переходы всех жителей. С завтрашнего дня здесь будет работать группа. Мы постараемся сделать до Нового года, чтобы жителям этого микрорайона был такой подарок. И работы начнем уже с завтрашнего дня. Далее мэр Сочи отправился в село Молдовка, а именно в школу номер 66. Здесь, как и во многих других школах, классы переполнены. В здании, рассчитанном на 800 человек, обучается почти полторы тысячи детей. Но выход есть. Вернее, есть муниципальная земля, на которой можно возвести пристройки. На этой площади можно построить примерно на 200 человек пристройку для начальной школы. С этой стороны, вот это мы находимся в крайней точке. Муниципальный участок тоже 6197. Тоже здесь можно расположить детский сад на 200 человек. Что и того, мы на сегодняшний день имеем два участка. Да. Все, значит, с сегодняшнего дня тоже мы вместе с главой проработаем вопрос, чтобы здесь и на этом, и на том участке, который вы указали, действительно его взять именно в оборот для муниципальных нужд. И детский сад, и школу для начальных классов. Считайте, что с сегодняшнего дня работа пошла. А вот в селях Штырь остро стоит вопрос с водоснабжением. Вот уже 10 лет сельчане пользуются привозной водой. Решение у проблемы есть. Есть и водозабор на берегу реки Мзынта. Но, чтобы проложить водопровод к селу, необходимо согласование с федеральными службами – РЖД и Росавтодором. Труба должна проходить под совмещенной дорогой Адлер-Альпека-Сервис. Для начала здесь будет создана рабочая группа. Проблемы вода, газоснабжения, канализования и в целом, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства, накопились и у жителей Эмеретинской низменности. В Доме культуры собрались две сотни человек. Вопрос к главе города был у каждого, и большинство из них решались на месте. С мэром к жителям Эмеретинки приехали его заместители и руководители всех департаментов и управлений. К примеру, проблема с канализованием здесь решится уже через три месяца. В ближайшее время здесь появится и новый поселок. В него войдут жилые районы вокруг Олимпийского парка. У нас есть яркий пример – это ПГТ «Красная поляна». Никаких строек, ничего не будет. Только лишь передем разговор о детях, о перспективах, о развитии, о будущем. По такому принципу будет развиваться весь Краснодарский край, говорит Капайгородский. Объединяться будут и округа, и сельские поселения. Это позволит объединить ресурсы, в том числе и финансовые. Так будет и в случае с эмеретинской низменностью. Такая система позволит еще активнее развивать прибрежный кластер. Будет своя администрация, своя финансовая строка, которая позволит сюда конкретно целевым способом выделять свои денежные средства. Свои тарифы, своя повестка. То есть никому не нужно никуда идти, не надо нигде прописываться. Строится будет только образовательное учреждение. Вот сейчас эта школа строится, это среднеобразовательная школа, куда будут ходить ваши дети. Преимущества жители будущего поселка городского типа оценили и поддержали идею городских властей. Не надо будет ездить в Адлер. Все инфраструктура будет в поселке, все коммунальные службы в поселке. То есть это будет, во-первых, это разгрузит город, как и транспортным вопросом, и общественным вопросом. Своим ФЦ, Сбербанк, это очень-очень удобно. Когда строили Олимпиаду, очень большое количество потратили средства. И все это надо содержать. А содержать это тоже не дешево. И весь бюджет города Сочи или Адлерского района бухать только в Амеретинскую низменность, это тоже неправильно. Это правильное решение сделать этот микрорайон поселок городского типа. Да, действительно, такая большая территория. Я считаю, что нужна отдельная муниципальная единица, через которую все это легче было бы управлять. Это отличная идея. Новый поселок городского типа предлагают назвать «Сириус». Но последнее слово – за жителями. Опрос проведут с 8 по 13 октября. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Субтитры создавал DimaTorzok